Здравствуйте! В эфире субботник информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Что делать, если истек срок действия паспорта или водительского удостоверения? Указом президента страны внесены поправки о продлении действия документов. Безопасные и качественные дороги. В рамках национального проекта будет произведен ремонт более 10 километров внутригородских автодорог республиканской столицы. Кадровый резерв Карачаева, Черкесия. О целях проекта и о том, что ждет полуфиналистов, рассказал гость нашей программы Ибрагим Татаркулов. Завтра, 3 мая, день возрождения карачаевского народа. 63 года назад справедливость восторжествовала и карачаевцы вернулись на свою историческую родину. С праздником жителей республики поздравил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Он отметил, что несмотря ни на какие испытания народ выжил, сегодня продолжает трудиться и занимает достойное место в соцветии народов России. Пожелал процветания и благополучия каждой семьи. В этом году из-за ситуации в стране в связи с режимом самоизоляции собрания общественности праздничных массовых мероприятий в городах и районах не будет. В преддверии Дня возрождения администрация города Карачаевска запустила акцию «Мы вернулись». Она будет проходить онлайн. Для участия следует сделать фото с родственником, пережившим годы депортации. Также можно рассказать о человеке, которого уже нет в живых. Озместить данный материал нужно на своей странице в Инстаграме. Они обязательно поставят хэштеги «Мы вернулись 19.57 и 3 мая 2020». Целью акции является напоминание о трудности, которые выпали на долю карачаевского народа. Подробнее об акции рассказал начальник отдела культуры администрации города Карачаевска Шамиль Хубиев. 27 апреля я призываю всех поддержать эту акцию. В этом году, к сожалению, празднование Дня возрождения карачаевского народа совпало с той ситуацией с коронавирусом, то, что сейчас происходит у нас в мире. Тем не менее, праздник остается праздником. Мы в сети интернет, онлайн, мероприятия будут идти и проходить. Я призываю всех поддержать нашу акцию. И 3 мая в сети интернет будет идти вот этот славный полк. Это мы вернулись всех тех, кто уехали, всех тех, кто остались там, и все те, кто вернулись. И их потомки, это наша память о них, которую мы никогда не забудем. Если просрочены паспорт или водительское удостоверение, как осуществить их замену в условиях самоизоляции? Указом президента страны продлены сроки действия этих документов. Паспорт и права признаются действительными, и менять их пока не нужно. Заменить водительское удостоверение возможно при наличии полного пакета документов через единый портал госуслуг, предварительно записавшись. За комментариями мы обратились в прокуратуру республики. 18 апреля 2020 года президентом России подписан указ номер 275 о признании действительными ряда документов граждан России. Российские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, признаются действительными. Для граждан, достигших в указанный период возраста 14 лет и не получивших паспорт, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении или загранпаспорт. Указ президента вступил в силу со дня его подписания, 18 апреля. Управление пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии обращаются к жителям республики и просят их быть бдительными и осторожными. В социальных сетях все чаще появляются объявления, предлагающие за определенную плату оформить онлайн заявление, в частности, на дополнительные ежемесячные выплаты семьям с детьми до 3 лет, имеющим право на материнский капитал. Все государственные услуги, предоставляемые пенсионным фондом России, оказываются абсолютно бесплатно. Обращаем ваше внимание, что, предоставляя логин и пароль от личного кабинета посторонним лицам, вы даете доступ ко всем вашим персональным данным, которые могут быть ими разглашены и неправомерно использованы. Заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты легко можно подать самостоятельно в личном кабинете на сайте пенсионного фонда или на портале государственных услуг. Предоставлять никакие дополнительные документы и приходить в пенсионный фонд не нужно. Сегодня суббота и всем хочется знать, какой будет погода в выходные дни. Субтитры предоставил DimaTorzok Качественных и безопасных автомобильных дорог в Черкесске этой весной станет еще больше. Масштабные ремонтные работы по полной замене асфальтового полотна сейчас развернулись одновременно в нескольких районах республиканской столицы. На каком этапе работы по улице Первомайская узнал Ахмат Халкечев. Таких масштабных ремонтных работ в той части улицы Первомайская, где разрешено движение автотранспорта, еще не было. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые реализуются уже второй год. В общей сложности в рамках данной программы в текущем году планируется отремонтировать более 10 километров внутригородских автодорог республиканской столицы. Улица Первомайская стала одной из первых, где уже начат масштабный ремонт. Здесь проведен довольно большой объем работы. Это замена бордюров, фрезерование старого асфальта и подготовка к укладке нового дорожного полотна. А перед всем этим свою работу провели ресурсоснабжающие организации. Они заменили ветхие трубопроводы, вода и теплоснабжение, чтобы исключить вскрытие нового асфальта. Везде стараемся, оповещаем коммунальные службы, ресурсоснабжающие организации, для того, чтобы они обследовали свои коммуникации и в местах производства работ по ремонту дорожного покрытия также ремонтировали свои сети. По всему городу, где производятся ремонтно-дорожные работы, мы рассматриваем возможность увеличения парковочных мест для личного транспорта жителей и гостей республиканской столицы, рассказывает Сергей Елисеев. Хоть и не везде у нас получается это сделать, тем не менее стараемся предусмотреть все возможности, подложивает он. Здесь немного, здесь порядка 10-15 парковочных мест, то есть уже парковочные места были предусмотрены, и мы стараемся какое-то сбалансированное решение принимать, чтобы, в свою очередь, зеленым насаждениям не вредить, оставлять зеленые зоны, газоны, то есть все это продумывается и принимается решение. Как еще поведал исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Черкеска Сергей Елисеев, ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса незначительно расширили сроки окончания работ, так как все подрядные организации тоже ведут свою деятельность при строгом соблюдении всех мер предосторожности. Ахмад Халкевичев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Завершился первый этап конкурса проекта главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». 160 участников, пройдя интернет-тестирование, вышли в полуфинал проекта. О целях проекта и о том, что ждет полуфиналистов, подробнее нашему корреспонденту Алихану Лепшокову рассказал начальник дирекции проекта «Кадровый резерв Карачаева-Черкесской республики» Ибрагим Татаркулов. Ибрагим, давай для начала напомним нашим телезрителям о целях данного проекта. Проект главы Карачаева-Черкесской республики «Кадровый резерв КЧР» направлен на выявление жителей нашей республики, обладающих высоким уровнем знаний, навыков и компетенций для их дальнейшего привлечения в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также на крупные предприятия субъекта. Какие задания должны были выполнить участники, чтобы выйти в полуфинал? Комплекс оценочных мероприятий, который был проведен в онлайн-формате в рамках проекта главы Карачаева-Черкесской республики «Кадровый резерв», включал в себя три блока тестовых заданий. Блок номер один – это психодиагностика. Он направлен на то, чтобы выявить, обладает ли данный участник потенциалом к лидерству, к занятию тех или иных руководящих должностей. Блок номер два – это тест общих знаний. Тест общих знаний включал в себя экономику, географию, историю Карачаева-Черкесской республики, Российской Федерации. И третье – это ситуационные задачи. В рамках ситуационных задач участникам необходимо было принимать один из вариантов решений, который, по их мнению, является наиболее оптимальным и эффективным для разрешения той проблемной ситуации, которая была описана в рамках ситуационной задачи. Расскажи, пожалуйста, что ожидает полуфиналистов конкурса? Полуфиналистов конкурса ожидает несколько этапов. Этап номер первый – это ретест. Этап номер второй – это самопрезентация. Самопрезентация в рамках нее каждый из участников, который вышел в полуфинал, должен будет ответить экспертной комиссии на два вопроса. Вопрос первый – в чем их основное профессиональное достижение в рамках их деятельности? Вопрос номер второй – в чем цель их участия в проекте главы Карачаева-Черкесской республики и кадровый резерв? И этап номер третий – это решение кейсов при модераторах и экспертной комиссии, состоящей из Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы, руководителей крупных предприятий страны Североказского федерального округа, а также представителей другого федерального вуза. В эти дни отмечает свой юбилей легендарная актриса, заслуженная артисткой Российской Федерации Роза Хабчаева. Всеобщее признание Роза Ибрагимовна получила уже давно, став воистину корифеем Карачаевского театра. Многие ее роли вошли в золотую сокровищницу культуры народов Северного Кавказа. В разное время о таланте Розы Хабчаева многое и восторженно писали. Но лишь одну фразу, которую сказал Хайсен Кулиев, хотелось бы привести. Великая актриса маленького театра. О многогранном таланте актрисы маленького театра в материале Беллы Джозаевой. То, что Роза Хабчаева станет первой профессиональной актрисой карачаевского народа и одной из первых певиц нашей республики, чьи песни выходили на пластинках фирмы «Мелодия», было предрешено. Вообще она во многом была первой. Первой из рода Хабчаевых, ставшей человеком искусства. По ее собственному признанию, петь она стала раньше, чем говорить. Пела она даже тогда, когда ее ругали. И в Ленинград, в Институт театра музыки и кино, она поступила для того, чтобы стать профессиональной певицей. А стала одной из лучших актрис своего времени. Как актриса – это слишком много, и это большое слово. Просто я пела с детства. И под столом пела, и когда побьют, пела. Я всегда пела. В конце концов, я в институт поступила, думала, что там где-то пение будет. Роза Ибрагимовна всегда понимала, что для женщины-горянки профессия актрисы нелегкая. Но и тогда, когда выбрала ее, и сейчас, когда минуло столько лет, ничем другим она заниматься не хотела. И в каждую роль, даже самую маленькую, она вкладывает всю свою душу, делая свою героиню живой и запоминающейся. Получить текст и учить его – это только техническая сторона. Чтобы текст зазвучал, его необходимо одушевить, оживить собой. И это, Розе Ибрагимовне, удается всегда. Шахарби Магомедович Алиев, он написал вот эту миниатюрку. Говорит, Роза, собирай. Я говорю, Шахарби, что хочешь делать, я такие роли не могу. Просто не я это. Вот это не мое. Никогда не ругалась и никогда не дралась. На сегодняшний день Роза Хопчаева сыграла более ста ролей. Наиболее значительными и этапными для себя актриса считает роли Ай-Муж, ушибленная звездой, Белиссы в хитроумной влюбленной, Айшат в огурлу, Аминат, Черный ноябрь и многие другие. Себя Роза Ибрагимовна причисляет к острохарактерным актрисам. По поводу любимого режиссера говорит, все любимые, которые дают играть. Роза Хопчаева – это явление в театральном искусстве карачаево-балкарского народа. Она глыба, она наша наставница. И мы, и среднее поколение, и молодое поколение, мы гордимся и по сей день, что мы работаем, служим театру в эпоху Розы Хопчаевой. Спасибо многих лет счастья ей. Мир этой талантливейшей актрисы огромен и удивителен. Она всегда счастлива в своей профессии и всегда безмерно благодарна каждому зрителю, пришедшему на театральное действие. Белла Джозаева, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова